ПДД — безопасность дорожного движения, правила дорожного движения, ведь это очень важно, тем более для детей, а сейчас, как все мы знаем, в школах идут каникулы, и вот именно об этом мы сейчас поговорим с нашими гостями. А в гостях у нас Наталья Кашкарова, инспектор по особым поручениям Группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД, Министерства внутренних дел по Республике Крым, а также Александр Карнаков, инспектор Группы пропаганды безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым. Доброе утро. Доброе утро. Как-то у нас все серьезно началось, поэтому давайте разрядим немножечко обстановку. Как началось ваше утро, как доехали, как погода? Доехали весело, погода бодрячая, все нормально, мы в привычном режиме, поэтому ничего удивительного, мы не первый раз у вас. А так для нас режим такой привычный. Как вам наша новая студия? Очень красиво. Отлично. Просто у нас Наталья Алексеевна очень часто бывает на эфирах, поэтому я думаю, что вы сможете по достоинству оценить. Оригинально. Но теперь все-таки перейдем к главной теме нашего разговора. Вы сегодня добирались на транспорте, ехали, соблюдали наверняка правила дорожного движения. Так вот, важно ли вообще в принципе соблюдать правила дорожного движения? Конечно же да. Как будто бы у нас детская, будем начинать так. Обязательно нужно соблюдать правила дорожного движения. На самом деле, это хорошо, что мы в позитиве говорим на разные темы, но статистика, к сожалению, говорит об обратном, и хочется лишний раз напоминать, говорить об этом, проводить акции и делать все возможное для того, чтобы предотвратить трагедии на дорогах. Если говорить о детском травматизме, то в этом году за 9 месяцев у нас произошло 200 ДТП, в которых 8 детей погибло. И на что хочется обратить внимание, что из 8 детей 6 дети пассажиры. В этом плане мы обращаемся к родителям, хотим, чтобы они осознали эту цифру и поняли всю ответственность за жизнь и здоровье своих детей, когда они их перевозят в салоне автомобиля. Знаете, наверное, сразу же хотелось бы узнать, с кем сложнее работать? Вы проводите профилактические работы, акции, различные выезды, встречи с кем сложнее работать? Это дети, это подростки или все же родители, которые сами себе на уме? Пожалуйста, на практике никаких кресел, никаких ремней. Самая сложная категория участников дорожного движения и контингент – это родители. Потому что большинство родителей считают, что обучать детей правилам дорожного движения должны или педагоги, или ГИБДД, а они тут ни при чем. Поэтому, проводя встречи на родительских собраниях, мы обращаем внимание на статистику, говорим, предупреждаем, просим. Когда мы видим на лицах непонимание, и отстаньте от нас, вот все от нас требуют, от родителей. Мы показываем видео довольно-таки жесткие, к чему же приводят элементарные нарушения правил дорожного движения. Как страдают дети на дорогах, тогда у них слезы выступают на глазах, дай бог, что они начинают осознавать что-то и все-таки предпринимать меры безопасности своих детей. Ну, расскажите, а как научить ребенка? Ну, он совсем маленький, ходит в школу 2-й, 3-й, 4-й класс, он совершенно не понимает, ну, знает он, что надо посмотреть направо, потом налево. Как приучить ребенка ходить в школу по правилам дорожного движения? Очень большое значение в данном случае имеет практические занятия, проводимые с детьми. То есть в теории, когда мы занимаемся, мы с детьми разговариваем, естественно, все это в игровой форме, дети громко хором выкрикивают, да, как правильно нужно переходить проезжую часть, смотреть налево, смотреть направо, носить светоотражающие элементы, пристегиваться в автомобилях, ездить в детских креслах. Но на практике, когда какая-то стрессовая ситуация появляется, либо когда необходимо принимать единственное верное решение, принимать его быстро, то вот тут как раз наступает момент, когда дети либо забывают, либо на что-то отвлекаются. Вот это касается и наушников, и капюшонов, и других каких-то вещей. Вот, например, сегодня погода достаточно уже прохладна, вот люди немножечко скованные все будут передвигаться, и может как бы случиться то, чего не должно быть. Ну, а как родителям приучить ребенка идти? То есть проходить с ним маршрут от школы или там до кружка, куда он ходит? Крымская госавтоинспекция проводит массу мероприятий, вот о сжигающем автобусе Александр Александрович сейчас расскажет. Проводили мероприятия в образовательных организациях, самых маленьких пешеходов, водили по безопасному маршруту, дом, школа, дом, вот, показывали, где и как нужно правильно переходить проезжую часть, какие есть дорожные ловушки, о которых дети, вот, кстати, знают меньше всего, вот, и как эти ловушки, ну, скажем так, безопасно обходить. Вот, что нужно делать, если автомобиль припаркован вблизи пешеходного перехода, как обозначить себя, как убедиться в безопасности перехода, вот, все это дети узнают на практике благодаря нашим занятиям. Ну, очень, кстати, интересная тема по поводу ловушек. Может быть, вы могли бы рассказать, где самая сложная зона у нас в городе, в Симферополе, и для детей, и для водителей? Если говорить о дорожных ловушках, то в нее могут попасть как взрослые, так и дети. Что такое дорожная ловушка? Это элементарно припаркованная машина в неположенном месте возле пешеходного перехода. Что она делает? Она пешехода ставит как бы в ловушку, потому что человек, когда выходит на проезжую часть, чтобы перейти дорогу, движущаяся машина, она его просто не видит, особенно ребенка в силу его маленького роста. Или может расти куст возле пешеходного перехода, и так далее. Детям мы объясняем, что они должны подойти к краю проезжей части, не выходя на дорогу, поднять руку, тем самым привлечь внимание к себе водителя. Водители видят, что ребенок на проезжей части собирается перейти, конечно же, он остановится. Самая распространенная и страшная дорожная ловушка это на двухполосной дороге. При переходе к проезжей части одна полоса останавливается, вторая почему-то думает, что все стоят просто так и движутся на большой скорости. Пешеходы видят, что машина остановилась, и начинают движение пересекать проезжую часть. И случаются трагедии чаще всего именно в таких дорожных ловушках. Это же касается регулируемых пешеходных переходов. Когда загорается зеленый свет, люди начинают переходить проезжую часть непосредственно по пешеходному переходу. Также имеем двух- либо четырехполосную автомобильную дорогу. Транспорт доезжает до ступлинии, либо до движущейся впереди транспортных средств, которые остановились. И люди, которые не успевают дойти непосредственно до зебры, начинают немножечко срезать себе угол и бегут на вроде как разрешающий сигнал светофора, но не дойдя до пешеходного перехода. И водители, естественно, порой сталкиваются с такими препятствиями. Очень интересно. На самом деле, я никогда не слышал о таком термине, о таком понятии. Об этом действительно надо говорить и людям, и взрослым. Я уверен, потому что, как минимум, я не знал об этом. В начале нашего разговора вы привели статистику смертности. Тема, конечно, не самая веселая, не утренняя. Тем не менее, по сравнению с предыдущими годами, рост или наоборот цифра снижается? Вы знаете, если говорить о статистике и ее сравнении, тут можно четко сказать, где наблюдается стабильная негативная динамика, это летний период и школьный период, когда дети находятся под полным попечением родителей, и тогда у нас цифра начинает немножечко расти. Почему? Потому что дети неорганизованы, каникулы бегают, все беспечные и так далее. Поэтому мы еще раз и еще раз обращаемся к родителям, чтобы перед каждым выходом, вот перед каждым, несколько раз в день, вот сколько раз ребенок выходит на дорогу, столько раз ему напоминать, что выходя, убедись, дорога, дворовая территория, неважно. Тем более, когда дети катаются на велосипедах или идут в школу, когда они пойдут, сейчас уже световой день становится у нас меньше, поэтому мы напоминаем об использовании световозвращающих элементов. Это могут быть брелочки, браслеты, да. Прошу вашего прощения. Время нашего эфира лимитировано и уже подходит к концу. Хочется обратиться к нашим телезрителям и донести до них, что вот эту информацию, очень полезную информацию передайте своим близким, родным, знакомым, потому что безопасность всегда прежде всего. Также телезрителям хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Наталья Кашкарова, инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД, Министерства внутренних дел по Республике Крым, а также Александр Карнаков, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Крым. Но мы продолжаем наш эфир и переходим к новостям интернета. Давайте узнаем, что же там интересного приготовили наши корреспонденты. Министерства внутренних дел по Республике Крым.